Аппаратное освещение губернатора Сергея Морозова начал с 8 задач, которые станут приоритетными для исполнительной власти в регионе в 2020 году. Выработка стратегии развития области, существенное улучшение качества жизни ульяновцев, создание новых рабочих мест и увеличение инвестиций. Отдельно глава области обратил внимание на решение семейных и демографических проблем. Улучшение качества жизни невозможно без наведения порядка в ЖКХ, увеличение строительства жилья и снижение долговой нагрузки с муниципалитета. Все эти действия должны быть пропитаны целями и задачами нацпроектов. Я к чему это вам напоминаю? Я это вам напоминаю в связи с тем, что на прошедшей неделе, вы знаете, прошли грандиозные по значимости политические события. В связи с тем, что президент выступил с посланием, причем я еще раз напомню, 16 раз он обратился к федеральному собранию и Владимир Владимирович анонсировал беспрецедентные меры поддержки семей, а также, что было для всех неожиданно, изменение в Конституции Российской Федерации. Губернатор отметил, что президентское послание стало самым социально ориентированным за всю историю. Новый премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу форсировать выполнение национальных проектов и развивать реальный сектор экономики, в том числе и все, что касается введения новых технологий. Мы не случайно, вот Гандинов здесь, обсуждали с ним о том, что в структуре корпорации, которую он возглавляет, будет целое направление, связанное с цифровизацией. Все, надо забывать о экономике 19 века, когда там работали киркой и лопатой. Сергей Морозов анонсировал создание рабочей группы при губернаторе по предложениям, направленным на реализацию послания президента. Подобные группы должны появиться и в муниципалитетах. Глава области отметил, что системы управления регионом ждут существенные изменения. Руководители министерств и главы муниципальных образований будут проходить своеобразный отбор. Мною принято решение создать рабочую группу о внесении изменений в устав Ульяновской области для повышения прозрачности, для повышения влияния гражданского общества, законодательной, представительной власти, для уравновешивания всех уровней властей в нашем регионе. Одним из первых решений, направленных на повышение роли общества, стало проведение конкурса «Гражданский активист» в муниципалитетах. На него поступило уже 70 заявок, причем многие содержат конкретные предложения по улучшению жизни в области. Проведение конкурса решено продлить, а его участников приглашать на аппаратное совещание. Ряд муниципалитетов, такие как Ульяновск, Димитровград, Радичевский и Барышевский районы, выдвинули по несколько участников. Однако 11 районов не подали ни одной заявки. Остался недоволен губернатором развитием ряда муниципальных образований по итогам прошлого года. Но и в наступившем году область развивается неравномерно. Отдельное муниципальное образование имеет уже результат выполнения плана на январь по сбору доходов 80%, 60%, 50%. А целый ряд муниципалитетов имеет 17%, если меня понять не изменяет, там сегодня коснемся типа базарно-Сызганского района. 20%, 22%. Я хочу сразу сегодня позадавать вопросы главному. Готовьтесь, я вас приглашу сюда, на эту сцену, за эту трибуну, чтобы вы мне объяснили, где деньги, Зин. Где деньги? Почему через дорогу от вас в муниципалитете, так сказать, в два в три раза больше денег собрано? Или вы еще от праздников не отошли? Губернатор отметил необходимость оценивать развитие не только муниципальных образований, но и каждого поселения. Подобные рейтинги будут составляться ежеквартально и докладываться на аппаратном совещании. Появится президиум главпоселений, который будет обсуждать основные вопросы развития. От вопросов развития перешли к текущим проблемам. Зима в этом году не отличается обильными снегопадами. Но у дорожников, тем не менее, много работы. На самом деле сейчас очень сложный период для дорожных организаций. Для нас действительно страшно и для дорожного покрытия так называемый переход через ноль. Когда из плюсовой температуры переходит минусовую, вот в этот момент как раз образуется самое опасное явление – гололед. Борьба с наледью ведется в плановом режиме. Запасы песко-соляной смеси реагентов есть в полном объеме. Израсходно около 40% противоуглоледных средств. Кроме того, запущена работа Центра мониторинга задорожной ситуации. По поручению губернатора проводится мониторинг из застояния атмосферного воздуха. В области действует 10 постов, где ведется наблюдение. Еще три откроются в этом году. Особое внимание привлекает работа поста в новом городе. В прошлом году на нем неоднократно фиксировались превышения по двум вредным веществам. Если мы берем прошедшую неделю, то постом наблюдения за загрязнением окружающей среды превышения допустимых концентраций зарегистрировано не было. Вместе с тем, в рамках осуществления международного взаимодействия мы продолжаем проводить рейдовые мероприятия совместно с Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратурой по соблюдению законодательства. По итогам проведенных рейдов только за прошедшую неделю установлено шесть хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность с нарушением требования законодательства об охране атмосферного воздуха. По словам министра, нарушения исходят от микропредприятий в гаражно-строительных кооперативах. В основном они занимаются мебелью. Отапливаются производства отходами производства, которые содержат вредные вещества. Борьба с ними ведется совместно с природоохранной прокуратурой и МЧС. Егор Дстоф, Александр Козырешов, Новости Улправда ТВ. Новости Улправда ТВ